Делает у нас Сергей Иванович Труфанов, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасиев. Пожалуйста, Сергей Иванович, это вам. Уважаемый Владимир Николаевич, уважаемый Валентин Олегович, уважаемые депутаты. Прошел год с того момента, когда я с этой трибуны уже докладывал по данному вопросу. Хотел бы сегодня доложить вам, что правительством сделано по этому вопросу и что будет делать. По данным Росреестра на территории Республики числится 31 тысяча земельных участков сельхозназначения. Их площадь составляет 1 миллион 872 тысячи 200 гектаров. Это занимает одну третью часть земельного фонда нашей Республики. Сейчас в регионе многие земли, которые могли бы активно использоваться, зарастают сорняком или используются не по назначению. В декабре 2019 года правительством Республики разработан и утвержден план мероприятий, направленных на повышение эффективности использования земель сельхозназначения и вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. Сегодня специалисты информационно-конституционного центра развития агропромышленного комплекса Республики Хакасия, это учреждение подвездочное министерство сельского хозяйства, Республики ведут работу по изготовлению актуальной информационной электронной карты земель сельхозназначения. Создание названной карты осуществляется по районам Республики поочередно. В этом году мы отрабатываем 4 района, это Алтайский, Багратский, Усебаканский и Бельский районы. В настоящее время на карте уже отображены 2 района, это Багратский и Алтайский, со всей возможной информацией по земельным участкам. Составлены реестры правообладателей с разбивкой по сельским советам и продолжается работа в отношении Усебаканского и Бельского районов. Совместно с главами Багратского и Алтайского районов были разработаны и выполнены дорожные карты по передаче неиспользованных земель Багратского и Алтайского районов из федеральной собственности в муниципальную. Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики направлено обращение в межрегиональное территориальное управление Росимущества по Красноярскому краю Республики Хакасии и Республики Тыва и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом с просьбой поддержать инициативу муниципальных образований Республики о передаче земель участков из государственной собственности Российской Федерации в собственность муниципальных образований. Инвентаризация земель специалистами центра компетенции проводится совместно с органами местного самоуправления. Баградский район у нас стал первым пилотным проектом в этой виде деятельности. Выявлена и оформлена прав собственность за сельскими советами на поевые земли, как по решению суда, так и по внесудебным порядкам. По данным представленным муниципальными образованиями, общая площадь поевых земель на территории республики составляет 826 600 гектаров. Из них оформлено право граждан на 384 тысячи гектаров. В судебном порядке признано право собственности за муниципалитетами 40 600 гектаров. Ведется также работа по признанию права собственности за сельсоветами в отношении 214 тысяч гектаров. В среднем это площадь сельхозземель по одному муниципальному району. 188 тысяч гектаров могут быть признаны невостребованными. Для контроля над соблюдением законодательных новостей земельных отношений в муниципалитетах республики дополнительно приняты работники для осуществления муниципального земельного контроля. Основным предметом их деятельности является проверка соблюдения права использования земель. Органы муниципального контроля теперь наделены полномочиями по осуществлению внеплановых рейдов. Данный контроль является всеобщим, он охватывает все категории земель и распространяется на всех собственников, землеводельцев, землепользователей и также арендаторов земельных участков. Ошуществление муниципального земельного контроля направлено на профилактику нарушения земельного законодательства, а также поиск и выявление лиц незаконно и нерационально использующих эти земли. Мин имуществом республики Хакасия совместно с Министерством сельского хозяйства и Россельхознадзором и управлением Росривеста по республике Хакасия планируется на постоянной основе проводить совещания, видеоконференции и обучающие семинары для специалистов муниципальных образований по вопросу о проведении муниципального земельного контроля, правильности составления актов о нарушении земельного законодательства для направления их надзорных органов и судебных органов. В сентябре этого года совместно с Мин имуществом республики Хакасия, Министерством сельского хозяйства, Управлением Росрееста по республике Хакасия и Россельхознадзором проведен обучающий семинар по вопросам вовлечения в оборот земель сельхозназначения. В настоящее время осуществляется сбор информации о проблемных вопросах, которые планируют рассмотреть в рамках проведения данных семинаров по каждому муниципальному образованию. С целью информирования граждан о работе органов местного самоуправления по выявлению невостребованных и неиспользуемых земель сельхозназначения, об изменениях в налоговом кодексе Российской Федерации в отношении неиспользуемых земель сельхозназначения, во всех муниципальных образованиях нашей республики были размещены публикации на данную тему. То есть это были в средствах массовой информации размещены эти материалы. В 2020 году в рамках реализации государственной программы республики Хакасия управление государственным имуществом республики, утвержденное постановлением правительства республики от 1 ноября 2016 года за номером 527, Минным имуществом республики и 14 муниципальным образованием предоставлены субсидии в размере 3 миллионов рублей на выполнение работ по формированию и постановке на кадастровый учет 154 земельных участков из 4-20, оформленных в муниципальную собственность, невостребованных долей. Правительством республики выделено 1 миллион рублей Баградскому району для формирования долей в собственности советов и закупки технического оснащения для специалистов, отшеляясь в муниципальной земельной контроле. Уважаемые депутаты, просто приведу пример по Баградскому району. По муниципальному образованию Знаменский и Первомайский сельские советы было выявлено 86 тысяч невостребованных гектаров земли. То есть муниципалы на сегодняшний день не вели эту работу, поэтому мы совместно с ними начали работу эту вести по примеру Баградского района. В рамках формирования бюджета республики на 2021 год шестью муниципальным образованием республики Алтайскому, Аскийскому, Баградскому, Арджиникизовскому, Усябаканскому и Ширинским районам Минным имуществом республики Хакасия направлена заявка на финансированный работ по формированию земельных участков из 1117 невостребованных долей общей площадью 19,5 тысяч гектаров, на которые признано право муниципальной собственности. Минным имуществом республики Хакасия в Министерство финансов республики направлено сведения о необходимых объемах бюджетных ассигнований на 2021 год в сумме 5 миллионов рублей. Также в исполнении постановления правительства республики Хакасия от 30 декабря 2015 года за номером 192-П Минным имуществом республики разработан и утвержден приказ 15 января этого года план мероприятий по наращиванию доходной базы консолидированного бюджета республики. Кроме того, на уровне Минным имуществом республики создана экспертная группа с участием представителей Министерства финансов республики, Управления Росрееста по республике Хакасия, Управления Федеральной налоговой службы республики, а также Депутатов Федерального совета с целью координации работы органов местного самоуправления в данном направлении. В рамках работы направлено на сокращение выпадающих доходов муниципальных образований, а также с целью роста доходов по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу. С 1 июля 2019 года проводится инвентаризация объектов недвижимости и земельных участков. В целях выявления объектов, права на которые не зарегистрированы, и проведение разъяснительной работы с собственниками о необходимости регистрации соответствующих прав, также организована разъяснительная работа с собственниками земельных участков, направленная на обеспечение проведения соответствия категории земельных участков. Сплошная инвентаризация проходит в форме подворовых обходов. В отношении 72 414 объектов недвижимости и 175 632 земельных участков, данные о которых отсутствуют в сведениях Росреста, на сегодняшний день это количество снижено на 6% объектов недвижимости, а также на 22% земельных участков. За период с 1 июля 2019 года по 1 августа 2020 года органами местного самоуправления организовано проведение подворовых обходов объектов, в отношении которых отсутствует регистрация права собственности. В количестве 28 731 объектов, а также обработано камерально 26 520 объектов. В результате зарегистрировано прав на 2177 объектов недвижимости, а также 3712 земельных участков. Снято с кадастрового учета 2247 объектов недвижимости и 34 211 земельных участков. Уважаемые депутаты, эффективность вовлечения в оборот неиспользуемых земель зависит от совместной и слаженной работы всех заинтересованных структур, как федеральных ведомств, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. У меня доклад закончен, готов услышать ваши вопросы. Спасибо за внимание.